здравствуйте с вами творческая студия арт друзья сегодня я вам расскажу о том как выбрать кисть как разобраться в большом разнообразии форм и материалов которые существуют какие бывают кисти кисти бывают синтетические вот такие синтетические кисти и вот такие синтетические кисти то есть ей синтетика давайте посмотрим внимательно вот есть интитиков эта какая рыжая а я синтетика вот такая белая белая синтетика более жесткая и поля упругая рыжая синтетика она более мягкая это уже покрашена Fris perception она более пивучие. Тут в зависимости от того, какой вам прием нужен. Кроме синтетики, хорошо разглядели? Кроме синтетики, у нас есть натуральные кисти. Синтетика появилась недавно сравнительно, а натуральные кисти существуют уже много веков. Есть щетина. Вот такие кисти в самых разнообразных форм. Щетина, она более жесткая, чем синтетика, более грубая. То есть, если мы ей когда кладем мазок, остаются следы от волосков. Очень заметно. А у синтетики более гладкий мазок получается. Это щетина. А кроме того, есть белка, пони и колонок. Колонок мы вам сегодня не показываем. Мы, в принципе, им не очень пользуемся. Это дорогие кисти. Они достаточно быстро стираются. Но многие любят их для специальных работ, художественных, разных. У нас есть белочка и вот это пони. Чем они отличаются от синтетики или щетины? Они очень мягкие. Вот, видите, я ее сгибаю. Она очень-очень мягкая. Очень эластичные. И они очень хорошо впитывают воду. Задерживают. Поэтому они подходят для такой краски, как акварель. Как мы знаем, акварель очень любит воду. Так. Поставим акварель. Листик поближе. Намочили. Она очень хорошо впитывает воду побольше. И пишем. Воду впитали. И она очень хорошо ложится. То есть, вот белка и пони подходят только для акварели. Или разводить очень жидко, как акрил. Водой разводить очень сильно. Для остальных густых материалов она не подходит именно из-за своей большой мягкости. Так. Акварельно посмотрели. Что же у нас тут еще есть интересного с кистями связанное? Вот у нас есть синтетика. И есть щетина. Чем они отличаются? Я уже это сказала, в принципе. Синтетика она более мягкая. Вот если я ее начну делать. Это у меня акрил. Кисточкой, как мы уже говорили, работаем аккуратно. Вот я веду. Посмотрите, как будто песня поется. Мягко-мягко ложится. И не сильно видны следы волосков. То есть, так, чуть-чуть видны. Кроме того, ее можно также развести, как белочкой. А если я возьму щетину. Вот я сейчас вот этой вот синтетикой попробую. Вот она более упругая. Но тоже мягко достаточно ложится. И возьмем щетину. Жестко, твердо. А вот если на полусухую, прям след остается от волосков. Вот такое различие между этими кистями. Кроме того, чем отличаются еще и кисти? Кисти есть большие и маленькие. Что же это такое? Вот есть вот такие большущие кисти, клейцы. Их можно купить в строительных магазинах. Вот поменьше есть кисти. Вот такие. Большие кисти существуют для закрытия больших поверхностей. Если у меня холст метр на метр, то, соответственно, я возьму для начала большую кисть. И только потом буду более мелкими порабатывать. И есть вот такие маленькие кисточки, узенькие. И совсем малюсенькие кисточки, которые существуют для поработки мелких деталей. То есть, если я хочу работать вот на такой работе, хочу закрыть, если полностью, конечно, я могу взять и большую кисть покрыть. Уже более детали такие делать буду. Я буду средними кистями делать. Что-то такое. И маленькие порабатывать я буду совсем малюсенькими кистями. Буду аккуратненько, аккуратненько работать. То есть, если я хочу делать работу на большом росте, то я не буду начинать с работы маленькой, тонкой кистью. Только если точки какие-то захочу делать. Так. Что мы еще хотим посмотреть? У нас есть кисти, вот если вы видите в моем разнообразии кистей, есть кисти плоские и есть кисти круглые. Вот. Круглые вот. Круглые вот кисти. Для чего же они нужны? Они по-разному кладут мазок. Плоская кисть широкий и закрывает большую поверхность. Круглая кисть кладет мазок. Более узкий, но зато ее можно выписывать. Разные красивые линии изогнутые. И более мазки получаются у нее более форма разная. Как у круглой кисти. Ну, естественно, тоненькие кисти маленькие, а не все тоненькие. Кроме того, на кистях есть размеры. Номера. Вот это вот, например, кисть номер один. Это кисть номер десять. То есть номера существуют для того, чтобы мы различали размер кисти. И все. Так, теперь о чем мы скажем еще? Например, у кисти еще есть кисть, отличается длиной ручки. Зачем они нужны? Короткие кисти, длинные кисти. Зачем они нужны? Очень просто. Если я работаю на маленьком листе, то мне гораздо удобнее, где работать кистью с коротенькой ручкой. Вот так. А если я возьму кисть с длинной ручкой, мне будет совершенно неудобно. Она мне может даже в глаз попасть. Но если я работаю на большом, на... Если я работаю на мольберте, то мне очень удобно брать кисточку с большой ручки, отходить на расстояние и работать с длинной ручкой. Но для поработки маленьких деталей я опять возьму маленькую кисточку и могу носом, чуть ли не носом, уткнуться в эту работу. Кроме того, есть кисти плоские, вот такие, с округлым кончиком и прямоугольные. Вот это тоже для того, мазок более четкий. О, прямоугольные кисти ложится. Вот так. Или мазочек более округлый. Видите? Получается различие мазка. Вся разница. Ну и кроме таких кистей, есть кисти верные. Они используются достаточно редко. Вы, наверное, видели такие в магазинах. Думаете, зачем они нужны? Используются и такие кисточки достаточно редко. Они для создания различных эффектов. Видите? Варять на воде можно и сделать. Вот такое. Но постоянно ей работать, конечно, неудобно. Кроме того, такой кистью можно спахнуть сухой, конечно, мусор с листочка, крошки, уголь и тому подобное. Ну вот и все, что можно было рассказать о кистях. После моего краткого обзора, я думаю, вам будет гораздо легче ориентироваться в большом разнообразии кистей. И когда вы придете в магазин, вы выберете именно ту кисть, которая вам нужна. С вами была творческая студия Ард Друзья и Екатерина Лебедева. Спасибо за внимание. До свидания.